Ну, что-то я сегодня проснулась и подумала, давно я никого не спасала. Не бывает такого ощущения? Ни птичку, ни собачку, ни кошечку. А так, в принципе, ты спасаешь, да? Ну, периодически, да. Я могу, между прочим, если я вижу, что кошку сбила, допустим, машина, я ее в ветеринарную клинику отвезу. Ну, это очень правильный поступок. Ну, при том, что главное это потом найти, куда ее пристроить. Чаще всего нужно обращаться к волонтерам, потому что желающих взять себе взрослое животное не так много, а я тоже у себя оставлять их не могу. Да, но тем временем животные на улице откуда-то берутся, да? То есть, почему они там появляются? Вероятно, безответные хозяева. Чаще всего именно безответные хозяева причина того, что собаку, либо кошку, либо хомяка все-таки выбрасывают, выбрасывают никак иначе на улицу. Но я хочу рассказать про другую женщину, которая занимается совершенно другого рода деятельностью. Жительница Нижнего Новгорода создала клуб помощи для спасателей... Как думаешь, кого? Так, 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 так. Ну, собак, кошек, скорее всего. Нет, стрижей. Стрижей. Вот такого ты еще не слышал. Если птицу настигла беда, Лариса придет на помощь. Каждый год она спасает от смерти двух-трех стрижей. Реанимация, уход и инфы по этим вопросам накопилось уже очень много, и девушка решила открыть собственную школу. Сейчас у Ларисы пять учеников. Есть ребята, которые просто периодически звонят и просят проконсультировать, как нужно ухаживать. По спасению стрижа. Да. Как спасению стрижа. Ну, то есть, на самом деле, можно сказать, что это такая вот деятельность, своеобразная, но, тем не менее, вреда она не приносит, поэтому и стрижей спасать тоже нужно. Только польза. Да, главное, что даже на полуостров сейчас приезжает огромное количество волонтеров, и в том числе эти волонтеры занимаются не только тем, что спасают каких-то животных, но и спасают наш полуостров, а точнее убирают его. Но подробнее об этом уже расскажет Татьяна Балакина. Сделать Крым чище. С этой целью Екатерина Бестужева и Алена Зорькина приехали на полуостров из республики Коми. После того, как узнали, что требуются волонтеры, сразу же купили билеты и через два дня были в Алуште. Мы решили, в принципе, сюда приехать, потому что нас волнует экологическая проблема, социальная. Сейчас она очень тесно связана с нашей республикой, так как у нас сейчас на станции Шиес строят мусорный полигон московский, и это очень затрагивает нашу природу. Не осталось в стороне и Валерия Малафеева, художница из Санкт-Петербурга, третье лето подряд приезжает на полуостров. В отпуске успевает и отдохнуть, и поработать. У меня летом много свободного времени. И, как маленький принц сказал, утром проснулся, умылся, привел себя в порядок и приведи в порядок свою планету. Мне хочется тоже приводить в порядок наш Крым, чтобы он снова был красивым, привлекательным для туристов. 14 человек с разных регионов России и одна общая цель. Проект «За чистый Крым» стартовал в 2017-м. Волонтерам предоставляют жилье и питание, и это в курортный сезон. Они в ответ помогают поддерживать чистоту и порядок в Алуште. Трудятся в две смены с перерывами на обед и отдых. Рабочий день – 8 часов. В любую погоду и мужчины, и хрупкие девчонки выносят тяжелые мусорные пакеты, чтобы сделать город чище и привлекательнее для туристов. К примеру, мешки, которые у меня в руках, весят не меньше 5-6 килограммов. И таких не один десяток. В одиночку тяжело. Работают ребята в команде и всегда готовы друг друга поддержать. График два через два. В выходные дни ходят на пляж, в горы, катаются по Крыму. Причем организаторы даже предоставляют транспорт для экскурсий. Наш проект, он очень полезен и городу, и ребятам, которые в нем участвуют. Потому что здесь они знакомятся не только с Крымом, не только экономят средства на питание, на проживание. Они загорают, купаются в море, худеют. Ну и дальше знакомятся, дружат. Сделать Алушту, а потом и весь Крым образцом курортного отдыха. Стремятся к этому не только организаторы проекта, но и сами волонтеры. Изменения оценили как местные жители, так и туристы. На ваш взгляд, насколько чистая Алушта? Чистая, относительно других городов. Очень чистый город. Ну и кое-где, может, и есть недостаточки. Ну, в общем, отлично. Мы сами крымчане, симферопольские, поэтому видим наш город, Симферополь. И Алушта разница очень большая. Мы тоже иногда чистим пляжи, ходим, пробки собираем. Но сейчас почище стало за эти годы вообще в Алуште. Так что и нам очень нравится здесь отдыхать. Организаторы проекта «Чистый Крым» приглашают на полуостров всех неравнодушных. Одно из главных условий – возраст не менее 18 лет. Отсутствие медицинских противопоказаний и трудолюбие. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня.